Надо отметить, что эта неделя вообще была посвящена теме Польши, но Александр Григорьевич очень тонкое чувство и настроение, конечно, умеет доставить радость польскому руководству, особенно вежливо сказав, что просится ряд музыкантов на экскурсию. В эти выходные прошла очередная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. На ней обсудили рост экономики, десятки уничтоженных леопардов и провал контрнаступления. По оценкам Соединенных Штатов Америки, потери в СССР безвозвратные, как они называются, 26 тысяч. Больше. Это уже сейчас больше. Но вот они неделю назад оценивали больше 26 тысяч. И потери иностранных наемников. Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери. Большие. Да. Из-за своей тактики. Из-за своей глупости. Они кучками ходят. Но главное – раскрыли интригу, откуда все-таки на Беларусь готовятся нападения. Я специально привозил вам карту о переброске вооруженных сил Польши границам союзного государства, о чем вы говорили. Польша давно не дает покоя Владимиру Путину. На последнем заседании Совбеза он прочитал очередную историческую лекцию. Вами было на Совете Безопасности очень правильно и точно сказано. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. Здесь был вполне рациональный расчет. Это не подарок. Это абсолютно рациональная геополитика. Реальполитик то, что называется. Кстати говоря, интересно, что после объединения Германии никто на эти территории обратно не претендовал. Надо сказать, что есть Хельсинское соглашение, по которому нельзя перекраивать границы в Европе. Но напоминаю, что, вообще-то говоря, присоединение новых территорий к России как раз находится в противоречии с Хельсинским соглашением. А если Путин всерьез хочет настаивать на возвращение к довоенным границам, России тоже придется кое-что вернуть. У нас есть Калининградская область, которая, вообще-то, тоже отторгнута у Германии, тоже отторгнута Сталиным в рамках того же самого решения, как часть Восточной Пруссии, которая ушла к Польше, а другая часть к Советскому Союзу. Это такой своеобразный подарок, который Сталин сделал сам себе, а точнее Балтийскому Советскому Флоту, которому нужна была незамерзающая гавань на Балтике, и таковой гавань являлась как раз Кёнигсберг. Ну, надо отметить, что у МИД Польши, я думаю, второй раз за эту неделю случился инфаркт. От того, насколько плохо президент России, знает историю. Я думаю, что Путину надо давно было бы сменить советников, ну, а может быть, просто надо перестать заниматься историческими вопросами. В отличие от Путина, у Лукашенко не хватает смелости грозить Польше напрямую. Поэтому он грозит вагнеровцами, уже окончательно осевшими в Беларуси. Может быть, не следовало было говорить, но скажу, что нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролим, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и жешу. Это попытка представить вагнеровцы на территории Беларуси как какой-то инструмент влияния на ситуацию в регионе, чтобы они могли быть использованы против наших европейских соседей. Но в то время, как Лукашенко говорил об этом, как о своем каком-то новом активе, о своем новом инструменте, он совершенно невольно раскрывает фактически отсутствие контроля, своего собственного контроля над ситуацией в Беларуси. Он признается в том, что вагнеровцы действуют таким образом, как им этого хочется, и что он сейчас думает о том, каким образом их сдержать. Что, конечно, абсолютно нелепо для руководителя государства, которым он себя пытается представлять. Итак, что мы узнали в итоге встречи двух президентов? Экономика союзного государства растет, а враг умирает тысячами. Польша — новый враг, который угрожает то ли Беларуси, то ли Западной Украине. Пригожин теперь самостоятельно решает, с кем воевать. Интересно только, по чьим флагам. Впрочем, виноваты, как всегда, геи. Так отмечает депутат Матвеевичев. Между делом, реабилитируй нацизм, в эфире «Россия-1». Кстати, то, что именно Берлин стал такой меккой вот этого гомосексуализма, это же тоже все не случайно. Когда-то по Кайзер-Алее, главной вот этой улицы, которая идет от Бранденбургских ворот к Нике и так далее, ходили парады эсэсовские и немецкие. И именно это было символом мощи Германии, символом ее воинственности, так сказать. И это то, что напрягало всегда англосаксов.